В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Намеки на 1938 год в погромах в Амстердаме. Израиль отправляет в Нидерланды два спасательных самолета за ранеными и теми, кто хочет покинуть страну. Кроме того, мы рассмотрим возможности мирной жизни в Израиле, каким будет управление послевоенного Израиля и необычайная храбрость. Как добровольцы Объединенной Хацалы пришли на помощь 7 октября. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Вы смотрите программу место встречи Иерусалим Якрис Митчелл. Израильтянам в Нидерландах пришлось прятаться в Амстердаме после нападения толпы вооруженных мусульман. Нападение произошло после футбольного матча. По меньшей мере пятеро были госпитализированы, а 62 человека арестованы. Подробностями делится наш ближневосточный корреспондент Джули Стал. Израильские футбольные фанаты, приехавшие в Амстердам посмотреть игру, после матча подверглись нападению и угрозам со стороны толпы мусульман и мигрантов, вооруженных ножами и дубинками. Израильское правительство отправило самолеты для спасения израильтян, которые спрятались в отелях после серии нападений. Израильские СМИ и соцсети взорвались возмущением по поводу нападений, которые называют погромами, организованным массовым убийством этнической группы, как это делали нацисты с евреями в 30-х годах. Это нападение произошло всего за несколько дней до 86-й годовщины «Ночи битого хрусталя», когда нацисты устроили многочисленные погромы против евреев. Премьер-министр Нетаньяху заявил о своем крайне серьезном отношении к явно подготовленному нападению на граждан Израиля и попросил усилить безопасность еврейской общины в Нидерландах. Он поговорил с премьер-министром Нидерландов, который, в свою очередь, в соцсети Икс назвал эту атаку совершенно неприемлемым антисемитским нападением на израильтян. Некоторые СМИ сообщают, что напряженность была заметна еще до нападения. «Таймс оф Израиль» сообщает, что на видео в соцсетях видно, как израильтяне оскорбляют арабов и палестинцев, очевидно, до всплеска насилия. Палестинские и антиизраильские активисты утверждают, что израильские фанаты первыми начали оскорблять их и прибегать к насилию. Недавно назначенный министр иностранных дел Гидеон Саар отправился в Нидерланды, чтобы разобраться с ситуацией. Его заместительница Шарен Хаскель говорит, что многие фанаты были госпитализированы. «Я призываю правительства Нидерландов арестовать и привлечь к ответственности всех причастных. У нас есть информация и соцсетей, указывающая на радикальных исламистов, выслеживавших евреев. Она призывает Европу не игнорировать это событие. Я призываю Европу и весь мир активнее бороться с антисемитизмом. Это ваша ответственность. Израильские евреи подвергаются нападению толпы в самом центре Европы. Такое терпеть нельзя. Если мы не будем действовать, ситуация только ухудшится». А Совет нацбезопасности озвучил новое предупреждение для израильтян и евреев в Нидерландах. «Избегайте улицы, закройтесь в номерах. Избегайте демонстрации израильской и еврейской символики. Новый всплеск насилия усилил страх израильтян перед ростом новой волны международного антисемитизма». Джули Стал, новости Сибиен и Иерусалим. «Со мной наш ближневосточный корреспондент Джули Стал. Джули, ну и неделя выдалась. Только во вторник люди радовались победе Трампа. Но уже вчера в Амстердаме нас ожидал такой невероятный поворот событий». «Да, это так. И все это прямо перед годовщиной ночи битого хрусталя. Вы говорили, что они знали об этом заранее». «Да, сегодня днем мы связались с Министерством по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом. Они направили нидерландским властям предупреждение о том, что существует вероятность нападения. Там были группы, которые готовились к этому. Это противоречит их утверждениям о том, что это якобы израильтяне первые начали. Они спланировали эту стычку. Нидерландские власти были предупреждены об этом. Но, судя по всему, они не приняли никаких мер». «Конечно, израильтяне не идеальны. Возможно, они вели себя неправильно. Я не оправдываю их. Но они приехали из страны, которая ведет войну за существование. И тут они видят палестинские флаги. Я не знаю, что произошло. Я не знаю, кто первый начал, но не может быть, чтобы это не было спланировано заранее. Израильтяне рассказывают, что когда они выходили со стадиона, у каждого выхода стояли большие группы палестинцев с ножами и палестинскими флагами. У них явно был план». «Да. Люди рассказывают об ужасных вещах. Кто-то прыгал в канал, чтобы спастись. Кто-то прикидывался мертвым в течение часа или пары часов, чтобы убедиться, что его не убьют. На видео видно, что людей бросали на асфальт». «И во всех историях, которые я слышала на иврите и английском, говорилось, что полиции не было рядом. Мы видели полицейских в некоторых местах. Но, как вы сказали, люди спасались как могли». «Что происходит с евреями, когда они слышат слово «погром» и видят эти видео? Напоминает ли им это о ночи битого хрусталя, событие, которое произошло более 70 лет назад? «Молодое поколение знает о Холокосте. Может быть, чья-то бабушка или прабабушка пережила эти события, и это до сих пор тревожит людей. Антисемитизм распространяется. Мы видим его в разных формах по всей Европе. Это реальность. И не может быть, чтобы это не влияло на людей. Израильтяне пытаются перевернуть эту страницу, но для них это непросто». Напоминаем, что «ночь битого хрусталя» еще называют «ночью разбитых витрин». В 1938 году были сожжены и разрушены сотни синагог. Было уничтожено более 7 тысяч магазинов, которыми владели евреи. Спасибо, Джулия. Спасибо. Далее в программе. «Взгляд на возможности». Визионеры на Ближневосточном саммите размышляют о будущем Израиля. Спустя более года после событий 7 октября и в разгар продолжающейся войны на нескольких фронтах, многие с нетерпением ждут того, что же будет после войны. В следующих материалах мы расскажем о некоторых идеях по этому поводу. Первая из них касается инициативы, которая может создать новую реальность на Ближнем Востоке. Это называется Ближневосточный саммит. Это движение следует по новому видению. Мир, основанный на правде. Это чудесная инициатива, особенно в разгар войны. Мы начинаем думать о том, каким будет будущее. Мы размышляем об этом, придумываем новые идеи. Нам нужны новые идеи. Мы увязли в войне, но нам нужно думать не только о войне. Сегодня мы представляем наше видение. У нас в гостях послы, члены КНЕСЭТа, министры, влиятельные люди со всего мира и из Израиля, СМИ и профессура всей страны. Один из организаторов, член КНЕСЭТа Охат Таль, сказал новостям Сибиен, что террор послужил сигналом к пробуждению. После 7 октября, самого тяжелого дня в истории Израиля, с момента его создания, мы очнулись. Сейчас самое время, особенно после всего, что мы видели за последний год на войне, в Газе, в Ливане, в других местах в мире, включая то, что происходит в Иране. Сейчас самое время запустить новое видение. Я надеюсь, что это стало началом дискуссии во всем Израиле о том, как будет выглядеть Израиль после событий 7 октября. Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман представил свое видение будущего Ближнего Востока в книге «Одно еврейское государство». Эти события изменили многое в восприятии Израиля, в его защите, в его ценностях и в том, какими должны быть его границы. Может ли он жить с палестинцами в отдельном государстве или нет? Я думаю, что на этом мероприятии люди сделали выводы. Но у них не было возможности поговорить об этом, что это значит. И это была первая возможность сделать это. Эти лидеры считают решение о двух государствах, созданное в рамках мирного процесса Восла, 30-летним провалом. Недавно Кнессет, подавляющим большинством голосов, отверг его. И теперь видение Фридмана может заполнить сложившуюся пустоту. Я пришел к выводу, что решение о двух государствах невозможно. Я захотел предложить альтернативу, которая одновременно является лучшим решением для всех, кому важны палестинцы и для тех, кого волнует безопасность Израиля, кто хочет исполнить Божью волю. Я решил изложить свои мысли и сделать их частью дискуссии. Тали Фридман считает, что ключом к миру является провозглашение суверенитета над библейской территорией, иудеи и самарии, известных во всем мире как западный берег. Каково решение для Ближнего Востока, если мы действительно хотим достичь мира, процветания и стабильности? Лучший вариант – применить еврейский суверенитет к иудеи и самарии. Еврейский суверенитет должен распространяться на всю святую землю. В мире есть 30, 40, 50 мусульманских, христианских, индуистских и буддистских государств. В мире должно быть место для одного еврейского государства размером с Нью-Джерси, на территории, на которую еврейский народ имеет больше прав, чем любой другой народ в мире. Почему бы еврейскому государству не быть здесь? И как это сделать? Фридман утверждает, что это главная причина. Бывший глава ЦРУ и госсекретарь Майк Помпео написал предисловие к его книге. Он сказал, почему мы должны удивляться тому, что исполнение Божьей воли приводит к наилучшему исходу для всех жителей этой местности. Вот что важно для меня. Бог дал нам видение, и это не просто теократическое видение. Это практическое видение, которое принесет мир, процветание и достоинство всем в регионе. Христианам, друзам, мусульманам, евреям, всем. Я старался написать книгу, в которой все стороны увидят пользу для себя. Таль считает, что мы живем в библейские времена. Мы видим своими глазами, как исполняются библейские пророчества. Сейчас настало время объединиться и стать частью искупления, помочь Богу сформировать историю, чтобы еврейский народ действительно стал светом для всех народов. Далее в программе. Повторное заселение газа и отказ от решения о двух государствах. Почему некоторые евреи считают, что пришло время вернуться назад? Поражение Хамаса близко, и возникает вопрос, что дальше? Некоторые израильтяне считают, что евреям пора вернуться в газу. Как сообщает Пол Стрэнд, они считают, что было ошибкой, силой выселять всех евреев из газа и передавать ее палестинцам в 2005 году. Эта сделка стала известна как обмен земли на мир. Вот как это было. Смотрим сюжет. Многие евреи считают кощунственным отдавать части земли обетованной, которую Бог даровал еврейскому народу. Когда речь идет о газе, обмен этой земли на мир не принес израильтянам мира. Он принес им Хамас, тысячи ракет и резню 7 октября. В Кибуце-Беэре, расположенном у границы с газой, собралась группа евреев, готовых вернуться в газу и помочь ее вернуть в состав Израиля. У нас есть 700 семей, которые уже готовы поселиться в газе. Это член партии Ликуд считает, что еврейская нация будет в большей безопасности, если большее количество израильтян вновь поселится на территории, которая сейчас является вражеской. Мы здесь, потому что большинство жителей Израиля понимают, что поселение – это прежде всего безопасность. Даниэла Вайс утверждает, что зверства, совершенные палестинцами из газа 7 октября, лишили их права на то, чтобы газа принадлежала только им. До 7 октября еще оставались люди, которые верили, что между Газой и Израилем есть шанс на мир. Теперь таких людей нет. Эта бойня изменила историю. Эти люди верят не только в возвращение евреев в газу. Они хотят, чтобы многие из палестинцев, живущих там сейчас, покинули ее. Поощряйте эмиграцию. Это самое моральное и правильное решение. Вайс считает, что после всего того, что сделал Хамас, помочь палестинцам газа поселиться в другом месте – проявление доброты. Они заслуживают того, чтобы их освободили от хватки Хамаса. Поэтому группа вкладывает деньги, поощряя и помогая жителям газа уехать. Скажите им, мы даем вам право выбора. Уходите отсюда в другие страны. Земля Израиля принадлежит нам. Пол Стрэнд, новости Сибиэн, Иерусалим. С нами в студии снова ближневосточный корреспондент Джулис Сталл. Мы были там в 2005 году. Мы знали, что многих придется выселять насильно. И вот мы снова на том же месте почти 20 лет спустя. Да, я считаю, что важно вернуться назад и проанализировать. 18 лет назад они выселили этих людей. Почему они вообще были там? Все это было частью плана безопасности Ариэля Шарона. Он считал, что если израильтяне поселятся там, их должна будет защищать армия. Армия физически будет там и будет видеть, что происходит вокруг. И да, в это время происходили теракты. И да, эти люди нуждались в защите. Но они также давали работу палестинцам. И не все палестинцы были против этого. Они работали на фермах, в теплицах. У них была работа. Так что это было благом для них. И еще до того, как Израиль собрался уходить, на границе планировалось построить промышленную зону. В ней должно было быть много рабочих мест для палестинцев. Потом Израиль ушел, и на этом все закончилось. Это было... Это был грустный момент. Да. Трагедия. А что сделали палестинцы? Независимо от действия Израиля, у них была возможность. Они могли отстроить это место. Это мог быть Дубай. У них прекрасные пляжи. Они могли бы построить курорты, бизнесы, развить свою жизнь. А вместо этого что они сделали? Они строили туннели. Они обстреливали Израиль ракетами. Они запускали воздушных змеев, чтобы сжечь поля на другой стороне. И даже несмотря на это, Израиль помогал палестинцам лечением и прочим. Если израильтяне захотят вернуться и жить там, я не знаю, как это будет выглядеть, но... Согласен. Прямо за вами сейчас изображение Гуш-Катифа. У них были прекрасные общины. А что случилось после 2005 года, когда они ушли? Все было разрушено. Теплицы были уничтожены. Общины были разрушены. А ведь у них там действительно была чудесная жизнь. И теперь главный вопрос, что дальше? И вот один из вариантов. Многие израильтяне хотят, чтобы палестинцы ушли. Мы хотим жить в Газе, как и раньше. Но есть и другие планы. Арабские Эмираты говорили о помощи в восстановлении Газы. Они хотели быть там международной силой. Да, мы говорили с одним экспертом, который утверждал, что нужно в определенном смысле очистить население, потому что им промыли мозги. Их радикализировали. Да, радикализировали. Нам также сказали, что это возможно, потому что так поступили в нацистской Германии после войны. Но у этого есть много аспектов. Что они сказали на этой конференции? Каков был их первый план? На Ближневосточном саммите речь шла не о Газе. Они говорили об Иудее и Самарии, известных как Западный берег. Они хотят провозгласить израильский суверенитет над ними, основываясь на книге Дэвида Фридмана о едином еврейском государстве. Он считает, что мирный процесс Осло провалился. Последние 30 лет показали это. Но у него изначально не было шансов. А это новое видение. Они считают, что это беспроигрышный вариант не только для израильтян, но и для палестинцев. Возможно, Фридман станет частью администрации Трампа. Посмотрим, удастся ли ему воплотить этот план в жизнь. Было бы хорошо, да. Рад был видеть вас, Джули. До встречи в следующем репортаже. Хорошо. Далее в программе. 7 октября добровольцы Объединенной Хацалы, не задумываясь о собственной безопасности, пришли на помощь. События 7 октября многое рассказали об Израиле и израильтянах. Они показали, кто был настоящим героем, и в их числе было множество добровольцев, оказывавших экстренную помощь. Наш ближневосточный корреспондент Джули Стал поделится историей важной организации. Их называют «Ангелами в оранжевом». Цель волонтеров Объединенной Хацалы – прибыть и оказать медицинскую помощь в течение 90 секунд. Название этой организации означает «Объединенная служба спасения». Ее волонтеры берутся за дело, как только в них есть нужда. Именно это и произошло в тот роковой день более года назад. 7 октября должно было стать особенным днем для меня и моей семьи. Это должна была быть бар-митцва моего сына. Вся семья была в сборе. Все были взволнованы. Но в 6.29 утра полетели ракеты, зазвучали сигналы тревоги. А когда они не прекратились, Дови Майзел понял, что возникли проблемы. Мы получали все больше звонков о ракетах и стрельбе. Я сказал своему заместителю ехать в штаб. Я собрал наш оперативный штаб и отправился в путь. Это штаб-квартира Объединенной Хацалы в Иерусалиме. Я сижу на мотоцикле скорой помощи. У Объединенной Хацалы их более тысячи по всей стране. 7 октября волонтеры, которые на них ездят, бросились в гущу событий, чтобы спасти людей. Объединенная Хацала – это организация экстренного реагирования. Она построена по принципу реагирования общины. Внезапно у нас появились сотни добровольцев из Сдерота, Нитивота, Афакима. Все они помогали в своих общинах людям, пострадавшим от перестрелок и взрывов. Все это напоминало апокалиптис. Это диспетчерская в Иерусалиме, где 7 октября принимали звонки пострадавших. Майзел говорит, что по мере поступления новых сообщений о проникновении террористов, им пришлось быстро принимать решения о направлении добровольцев и машины скорой помощи из других районов на юг. Главное правило службы экстренной медицинской помощи – безопасность прежде всего. Всегда. Вы не должны ехать в зону боевых действий, подвергая себя опасности. Вы ждете, пока служба безопасности скажет «зона очищена, угроз волонтерам нет». Но они быстро поняли, что на этот раз все иначе. Тогда я принял самое трудное решение в своей жизни и сказал, что мы все пойдем под огонь. Мы не заставляли никого. Мы знали, где были границы зоны боевых действий, и мы не заставляли людей идти туда. Некоторые получили ранения, как, например, Равен Сасси, доброволец из Дирота, который поехал помогать пострадавшим от ракетного обстрела полицейского участка. Позже он получил специальный трехколесный мотоцикл, чтобы и дальше работать волонтером. Мы сказали волонтерам, работайте в своем регионе, потому что вы все равно находитесь там. Наденьте защитное снаряжение, бронежилет, шлем. В 36-часовой миссии приняли участие более тысячи волонтеров. Они спасли более тысячи жизней. Я не могу объяснить этого. Сотни людей работали под прямым огнем террористов, под разрывами ракеты-гранат. В десятках машин были пулевые отверстия и следы от осколков. Они ездили с пробитыми колесами, но никто не погиб. Майзел считает, что это божественная защита. В тот день с небес спустились ангелы и защитили сотни волонтеров, которые шли под огнем. У нас есть множество видео, когда они натыкались на террористов, но никто из них не погиб. Майзел говорит, что тогда израильские благотворительные организации и волонтерские группы объединились, чтобы спасти жизни людей, а теперь они готовятся к другим сражениям. Мы помним об угрозе с севера и о так называемом огненном кольце Ирана и его проксии. Мы понимаем, что если не будем готовиться, то и не будем готовы. Они пополнили свои запасы мотоциклов, машин скорой помощи, а также генераторов и средств спутниковой связи. Мы хотим использовать силу общины, удивительный дух волонтерства в израильском обществе. И это перекликается с названием нашей организации «Объединенная Хацала». Хацала означает спасение, что объединяет разные слои израильского общества, мужчин, женщин, евреев, арабов и прочих. У них у всех одна миссия – спасать жизни людей. Майзелл считает, что евреи, христиане и мусульмане могут объединиться в это непростое время, потому что те, кто спасает жизни других, это особенные люди. Я всегда говорю, что наша миссия – спасать жизни, но побочный продукт работы нашей организации – наведение мостов в обществе. И это придает надежды, в особенности в такие времена. Майзелл считает, что это самый трудный год в истории Израиля. И, вероятно, все станет еще хуже, прежде чем станет лучше. Мы испытываем оптимизм, потому что наша нация существует на протяжении тысяч лет. Мы не беспокоимся о краткосрочной перспективе. Нам нужно жить дальше. Мы должны нести больше света, делая добро. Мы победим. Джулия Стал, новости Сибиен, штаб-квартира «Объединенной Хацалы» и Иерусалим. Джулия – это поистине вдохновляющая история. 7 октября царил такой хаос, что людям приходилось принимать решения, касающиеся жизни и смерти. Рискуя своей жизнью, они шли прямо под пули. Да, это так. Люди, находившиеся далеко, в часе или двух езды, прыгали в свои машины и ехали туда, потому что они были солдатами и хотели спасти свою страну. И такое здесь часто. В обычный день они могут спорить друг с другом и все такое. Но если возникает нужда, они вступают в бой, объединяются и спасают жизни, даже если это не входит в их обязанности. Именно так они и поступали. Это замечательная история. Несколько лет назад я рассказывал об «Объединенной Хацале», ездил с ними, они каждый день спасают жизни. Да, это так. На этом наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам Сибиен через новости Сибиен и другие наши приложения. Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль. Ваши молитвы очень важны сейчас. Продолжайте молиться за мир для Иерусалима, за безопасность солдат Сахала и всех тех, кто находится в опасности, из-за заложников, которые все еще находятся в плену в Газе. Пусть Господь вернет их домой. И не забывайте, что Бог, хранящий Израиля, а также нас с вами, не дремлет и не спит. Крис Митчелл и Джули Сталл были с вами. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и виблирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организацией Weekend. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли. Субтитры создавал DimaTorzok